Продолжение следует... — Всех с прошедшими праздниками. — И хочется спросить такой первый вопрос. Вы помните, где вы были 25 лет назад, 4 мая? — Да, я помню. Это было одного дерева около парламента. Я помню, как вышли, как мы считались с первого голоса. Потом вышли парламентарии. Я помню, что я плакала. И вокруг мне плакали люди. — Предполагали, что будете премьером тогда, 25 лет? — Нет, конечно, нет. — А мечтали? — Нет, так же могу сказать. Тогда были другие мысли. Как это все кончится и когда. — А все ли правильно наши политики сделали за эти 25 лет? Как вы считаете? — Всегда для развития есть какие. Развитие не может быть без ошибок. Если я бы сказала, что все, мы как герои прошли, ничего не смогли сделать по-другому, это было бы неправдой. Конечно, но я не могу сейчас... Я могу ответить, что мне трудно подумать, что если ты премьер или министр, ты думаешь, как бы хуже сделать. Все мы думаем, как бы лучше сделать. — Ну, как иногда... — Но получается... — Как иногда... — Получается, да? — Ну, это я уже несколько раз говорила, это не только один премьер или министр может сделать. Это все мы вместе. Каждый. — Может быть, какую-то главную, вот главная ошибка по-вашему, которую допустили на протяжении этих 25 лет в Латвии? Или тогда, сначала, когда все заново формировалось? — Сначала там были ошибки, потом, что никто этого не проходил. Не только мы, но Восточная Европа вместе шла с социализма в капитализм, если так просто сказать. И, конечно, не было ни опыта, ни каких-то учебников. И делали, как тогда считали правильным. И там, конечно, там были ошибки, но я думаю, что сделано очень много. И то, что мы вступили в Евросоюз, НАТО, и то, что мы двинемся в ОСД, где уже мы будем в клубе развитых стран, это правильно. — Как в Англии накануне следили за рождением дочери и гадали, как же назовут будущую принцессу. Так же и в Латвии у нас ждут выборы президента и гадают, кто же станет этим новым правителем страны. Пока официального кандидата нету, хотя бывший президент нашей страны Вайровики Фрейберга заявила, что как раз-таки имя нового президента станет известно уже после первого тура. В течение первого тура. Как вы вот прогментируете? — Есть такая уверенность, что в первом туре будет выбран президент, потому что Вайровики Фрейберга заявила, что она в этом уверена? — Не потому я, но я предполагаю, что это может быть. Мы ждем сейчас, когда все партии и коалиции выдвинут, и тогда будет общее собрание коалиции, и посмотрим, удастся ли всем... — То есть можно сказать, что вы договорились об общем кандидате? — Нет еще, потому что нет выдвинутых зеленых крестьян. — Прозвучала информация, что это может быть кандидатура министра обороны Раймонда Вейюниса. Как вы можете прокомментировать? — Ну, у нас нет каких-то... Мы позитивно оцениваем. Но мы еще ничего не решали ни в партии, ни в коалиции насчет Вейюниса. — А как вы можете прокомментировать такую информацию, что СЗК требует, чтобы это был их кандидат именно, поэтому выдвигается Раймонд Вейюнис, тогда за единством остается премьерское кресло? — Ну, таких, если... Таких каких-то рассуждений у нас не было, но мы ждем кандидата всех партий. И национальное объединение назвала уже Левитта, господина Левитта. Единственное, что не принимало решение. — А когда будет принято решение? Уже выборы вот-вот уже, практически на носу. — Ну, кандидат должен быть назван, да, 19 мая. Так что будет, в это время и будет. — Вот еще одна интересная новость, которую как раз-таки сообщают наши коллеги с латвийского телевидения. Бывший заместитель начальника КНАП Юта Стрити отправляется на Украину, чтобы бороться со взяточничеством. — Якобы она вам дала уже согласие. — Я лично не говорила с Юта и вот эти дни. Но то, что я могу точно сказать, я была в Украине сейчас недавно, и украинская сторона ждет от нас экспертов, разных экспертов. И один эксперт, они только что образовали бюро, только что назвали председателя своего бюро, они ждут экспертов из Латвии тоже. Но там не так, что, как я уже в латвийском телевидении программе говорила, это не так вот называю, там очень большой комплекс вопросов технических. Так что я не могу сейчас сказать, что это будет Юта Стрихи, которая поедет. — Но с ней этот вопрос обсуждается? — Обсуждается, да. Я это могу. — А почему именно Юта Стрихи? Не будет ли это так выглядеть, что это попытка отправить ее на Украину именно в рамках того, что происходит сейчас в КНАБе? — Нет, нет. Потому что я говорила с украинской стороной, они знают Юта Стрихи. И оно очень высоко ценится. Ну и это каждому эксперту, каждому сотруднику иногда это очень важно. Новый опыт получить. Но я не могу сейчас, не могу твердить вам, что это будет точно Юта Стрихи, но украинская сторона бы очень одобряла, если она бы согласилась. Но, как я говорю, там есть еще очень большой комплекс технических вопросов. — Сегодня, 5 мая, ваше правительство нынешнее отмечает ровно полгода. Можете подвести какой-то итог? — Не знала. Ну, два больших таких дел сделано. Это бюджет очень коротких строк, один месяц, который нам... И президентура, которая все-таки это совсем новый опыт для Латвии. И, как вы знаете, нам приходится решать и министром руководить Европейской Советой по таким вопросам, как Греция, как миграция с Африки на юге Европы. Так что это совсем не латвийские вопросы. Но пока президентура идет нормально. Ну, будем сейчас вот уже начинаем думать про следующий бюджет. — У вас в последнее время то средства массовой информации, то различные эксперты отправляют в отставку, что вот-вот и ваше правительство сменится. — Не собираюсь. 7 июля есть... Я буду представить парламент, сделан европейским парламентом. — Отчет? — 7 июля тогда один этап президентура уже будет как бы позади. — Из чего начнется новый этап правительства? — Новый бюджет, как это, как главный вопрос сразу начинается. Потому что все реформы вот ждем из Министерства образования сейчас в эти дни. И новый бюджет — это новые опять новые дискуссии про налоги уже начиная в мае, конца мая. Так что жизнь продолжается.